Добрый вечер. Вы на Щелковском. Это программа «Диалог». И сегодня итоги года. Подведем с головой городского округа Щелкова Сергеем Викторовичем Гареловым. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, год подходит к завершению. И, наверное, те события, которые происходили, о них сегодня поговорим, об их важности, об их значимости. И начнем, наверное, с очень важного события для наших жителей, для нашего округа, для нашего города. Это строительство моста, открытие моста через Клязьму. Об этом расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая важность этого события, какова она для нашего города? В предыдущих передачах, вы помните, мы говорили о том, как шел ход строительства. А теперь уже совершенно точно можем сказать, что осенью этого года мы запустили движение по мосту, который строился через реку Клязьма, с подходами с улицы Фабричной, улицы Заречная. Жители на сегодняшний день по-разному, конечно, к этому событию относятся. Но я уверен, что со временем отношение будет у всех положительное, в связи с тем, что многие для себя еще откроют этот маршрут и многие будут пользоваться этим мостом. Я сегодня могу сказать, что мост этот 860 метров полной длиной, он двухполосный, с разрешенной максимальной скоростью, которую рассчитывали специалисты, 70 км в час. И сегодня уже через улицу Фабричную, из стороны улицы Заречную поехали автомашины. И мы частично уже разгрузили наш пролетарский проспект, основную артерию городскую. Как мне кажется, сегодня большинство грузового транспорта, который шел в промышленную зону, он уже поехал по этому мосту. И это дало нам возможность, еще раз повторюсь, разгрузить пролетарку, потому что в основном грузовики, в том числе, давали большую загруженность нашей центральной улице. Конечно, сталкивались во время строительства со многими проблемами, и они были связаны с перекладкой инженерных коммуникаций, работали и тепловики, и электрики, и водоканал наш, и многие другие службы. Но на сегодня этот этап уже пройден, в том числе нам даже удалось немного изменить и русло ручья. С улицы Фабричной мы начали свое движение до открытия моста. Там было, вы знаете, организовано круговое движение. Люди стали потихонечку привыкать. Еще не все понимали, как все-таки ехать через круг или по старинке, по самой улице Фабричной. Но, тем не менее, сегодня уже мы можем совершенно точно сказать, что почти 7 тысяч автомобилей ушло в этом направлении. А ушло, потому что мы в том числе после моста смогли расширить примыкающую часть улицы Заречной. И даже жители, которые находятся в Солнечном микрорайоне, поехали туда. И на сегодня уже мы слышим их одобрительные отклики о том, что им стало гораздо быстрее добираться до своего жилья. Но при всем при этом, конечно же, повторюсь, мы рассчитывали на большой транспорт. На транспорт, который идет в промышленную часть. И соединяет нашу центральную часть и промышленную часть города. Ну, может быть, еще, знаете, жители не совсем могут в полной мере оценить важность этого объекта. Еще и потому, что все-таки работа будет продолжаться в этом направлении. И дальше дорога будет, я так понимаю, она выходить на Фрёновское шоссе. То есть, проезд будет, ну, многим, скажем так, для многих этот проезд будет важным. То есть, сейчас это, да, это промзона, это промышленный транспорт, грузовой. И люди, которые ездят, да, там, а в дальнейшем и люди, которые транзитом едут в другие города, возможно, там же будут проезжать, когда уже будет полностью завершена вот эта работа по строительству дороги. Вот об этой дороге, которая дальше будет строиться, расскажите, пожалуйста. Знаете, у нас на прошлой неделе прошел Совет депутатов, на котором депутаты приели бюджет городского округа. И хочу сказать, что в этом бюджете одна из строк заняла очень важная позиция. Это выделение 57 миллионов на проектирование в дальнейшем дороги, которая выйдет на Фрёновское шоссе. Конечно же, после строительства этой дороги уверен, что еще большее количество автотранспорта сможет уйти по данному направлению. И по нашим подсчетам порядка 25% автотранспорта, который на сегодняшний день шел и идет через Пролетарский проспект, пойдут по этому новому направлению. Конечно, для этого еще необходимы будут деньги. Я ранее говорил уже об этом. Это средства областного бюджета. После проектирования и прохождения экспертизы, получения положительной экспертизы, необходимо будет заложить средства на строительство самой дороги. Это очень немалые средства, это более 300 миллионов рублей. Работы, наверное, займут где-то около года. Но, тем не менее, 20-й год у нас проектирования, ориентировочно 21-й это строительство. В 21-м году будем стараться выходить на то, чтобы в направлении Фрёновского шоссе у нас уже была создана еще дополнительная дорога, которая еще раз, повторюсь, облегчит то движение, которое есть на сегодняшний день в центральной части города. Сергей Викторович, продолжение темы дорожной. Еще какие участки дорог будут, скажем так, улучшены, где движение будет как-то по-новому, может быть, устроено? Это круговое движение. Какие улицы в городе еще будут в этом плане усовершенствоваться? Ну, я вот уже сказал, что при строительстве моста мы сделали круговое движение на улице Фабричной. Это означает, что отсутствуют светофоры и машины в приоритетном порядке могут двигаться. Но при этом вы помните, что мы в этом году обустраивали улицу Гагарина, микровой Нечкаловский. И там на пересечении улиц Гагарина и Жуковского мы сделали круговое движение, тоже бессветофорное. Планируем, прорабатываем вопрос на следующий год обустроить круговое движение также на пересечении улиц Центральной и Мальцева. Ну, а вообще, конечно же, надо не стоять на месте, двигаться вперед. И мы думаем о том, чтобы предусмотреть еще круговое движение в городе, потому что на сегодняшний день это довольно положительный опыт имеют и наши соседние муниципалитеты, и субъекты Российской Федерации. И почему от этого отказываться? Это, как мне видится, всегда снижает и аварийность, снижает количество числа пробок. Ну, и довольно, наверное, положительным опытом пользуются у всех автомобилистов. Сергей Викторович, ну, а вот на следующий год запланирован какой-то дорожный ремонт, и где будут ремонтироваться дороги еще? Мы в этом году отремонтировали 60 участков дорог, а это почти 58 километров в общей сложности. Конечно же, учитывали мнение жителей, и будем учитывать и на будущий год. И у нас в большинстве своем поступали пожелания жителей по фруктовому проезду, по улице Кожинская, по улице Железнодорожная. Мы все это включаем в следующий год, в план реконструкции, ремонта. И у нас уже на сегодняшний день сформирован список из 35 таких дорог. Конечно же, мы эту работу продолжим, но после проведения конкурентных процедур будем смотреть, что у нас остается еще в остатке. И будем учитывать мнение жителей, и будем планировать к ремонту дополнительной дороги уже в 2020 году. Опять же, немаловажная тема, которую мы с вами обсуждали уже в нашем предыдущем эфире, это тема инвестиций бизнеса. Сегодня все-таки очень важный момент того, что поскольку в городе развивается дорожная сеть, и несомненно, это привлечет в том числе и инвесторов сюда. Хотелось бы немного рассказать о том, что все-таки реализовано уже, да, или началось реализовываться вот здесь у нас в округе о крупных событиях, о крупных бизнес-проектах. Немножко об этом поговорим. Ну, у нас есть предприятия, которые уже существуют на территории городского округа, но они не стоят на месте, а развиваются. Я считаю, что одним из самых крупных событий этого года в плане инвестиций была эта закладка строительства нового завода на территории «Газпромкосмические системы» по производству космических аппаратов. Совсем недавно забили первую сваю, началось строительство. Строительство планируется до 2022 года, а в 2023 году предприятие «Газпромкосмические системы» уже начнет выпускать космические спутники, которые будут использоваться для передачи телесигналов, для передачи телепрограмм, для передачи радиосигналов и в других областях. На этот проект будет выделено порядка 14,5 миллиардов рублей. Такое соглашение в этом году подписал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и руководитель «Газпромкосмической системы» Дмитрий Савастьянов. Для начала работы будет привлечено порядка 180 специалистов высококлассного уровня. Это инженеры, проектировщики, ну а потом количество рабочих будет увеличиваться. При всем при этом хочу сказать, что у нас развиваются и другие предприятия. Среди них это крупное предприятие на территории городского округа «Рыникон». Там будет создано порядка 300 рабочих мест. Раньше на этом предприятии делали мебель, а потом они перепрофилировались и стали заниматься синтетическими полимерами. Причем для разных совершенно сфер деятельности. От медицины до нефтехимической промышленности. Также вы помните, раньше я говорил о том, что компания «Ягодная долина» в Афряново на территории 120 гектар будет развивать выращивание овощей и фруктов. У них проект тоже рассчитан на несколько лет, но уже в 2020 году предприятие планирует выращивать клубнику и продавать ее в местных магазинах. Привлечение специалистов будет сезонное. Это порядка 500 рабочих мест. А вне сезона, это с октября по апрель месяц, там будут работать порядка 50 человек, которые будут обслуживать теплицы и следить за своими полями. Но у нас есть еще и козья ферма. Вы помните, мы о ней тоже раньше говорили. Они планируют начать свою работу с поголовья в 2000 голов. Но за три года свои деятельности планируют увеличить от поголовья до 8000. Конечно же, это будет и молоко, и мясо, и сыр, который по итогам нашей сырной гонки, которая проходила у нас на территории городского округа, так понравился не только нашим жителям, но и тем, кто приехал к нам. Это жители других соседних муниципалитетов и жители других регионов нашей большой страны. То есть работа в этом направлении идет полным ходом? Работа идет, мы оказываем всяческое содействие нашим предпринимателям, на инвестор-часах рассматриваем те или иные проекты. И, конечно же, самый крайний вопрос, который мы задаем, какая помощь необходима администрации. Но, как вы правильно сказали, задавая мне вопрос, что инвестиции можно привлекать тогда, когда есть транспортная доступность. Мы уже сказали про мост. Мы сказали о перспективах дальнейшего строительства. Но, конечно же, я знаю, что все жители городского округа Щелково, да и, наверное, москвичи, которые постоянно через нас добираются до своих дач в летний период, они, конечно же, ждут строительства дублера Щелковского шоссе. Знаю, что на уровне правительства Российской Федерации этот вопрос находится на особом контроле. И надеюсь, что все-таки через несколько лет мы вздохнем еще больше, вздохнем от того, что тот транспорт, который сегодня идет через нас транзитом, сможет обходить по этому дублеру, который будет построен в ближайшие годы. А еще хотелось бы, чтобы рабочие места появлялись непосредственно здесь и чтобы люди все-таки работали в своем округе. Конечно же, потому что нет ничего лучше, чем с утра встать и за 20 минут добраться до работы. Это вообще идеально. Я уверен, что сегодня очень многие об этом мечтают. Я, кстати, очень много писем получаю, где люди пишут о том, что мы хотели бы здесь работать. Если будут рабочие места, мы не будем ездить в Москву и не будет вот этой маятниковой эмиграции, о которой мы ранее говорили. Сегодня что скрывать? Люди едут за достойной заработной платой и готовы ради этого стоять в многочасовых пробках. Но это не совсем здорово, потому что чаще надо проводить время с семьей. Ну да, проводить время с родными, с близкими. И, как правило, мамы и семьи выходят гулять во дворы. То есть, в первую очередь, конечно, людям хочется выходить из дома в благоустроенный, красивый и чистый двор. Вот эта программа по благоустройству, в том числе и дворовых территорий, как она реализуется в городском округе Щелково и что будет делаться в этом направлении? У нас в 2019 году по программе благоустройства было обустроено 40 дворовых территорий. Включали они в себя очень много разных вопросов, в том числе и освещение, и лавочки, и урны, и пешеходные дорожки. Но при всем при этом мы в этом году установили и 16 детских игровых комплексов. 10 у нас были установлены по муниципальной программе городского округа и 6 губернатских больших площадок. Жители их уже знают, это самые любимые ими детские площадки. Площадки порядка 450 квадратных метров. И все они разные тематические. Мы в этом году, когда их делали, то они все отличались по своей тематике. Детям это очень нравится, но при всем при этом могу сказать, что выбор той или иной тематической площадки зависел от жителей. Мы заранее с ними встречались, проговаривали, но участие все-таки в благоустройстве жители принимают, надо об этом не забывать, и путем голосования через добродел. Не только путем того, что поступает в виде обращения к нам в администрацию, а именно путем голосования через интернет. У нас таким образом на 2020 год сформирован новый перечень благоустройства территорий. У нас их будет 27 благоустроено. Вот из них 12 были по доброделу, а все остальное то, что поступило в виде заявлений жителей в администрацию городского округа. Но я хотел бы напомнить, что за последние 5 лет по губернаторской программе у нас всего на территории городского округа, а тогда еще Щелковского муниципального района, было обустроено 227 дворовых территорий. Это довольно прилично, внушительно, но не все еще на сегодняшний день дворы у нас стоят на учете. Мы эту работу продолжим в 2020 году, и это нам даст возможность взять все это на баланс и обслуживать. Потому что один из вопросов, который задают жители, площадку поставили, сделали где-то благоустройство, а кто будет обслуживать. Для того, чтобы обслуживать, необходимо поставить на баланс, чем мы сейчас и занимаемся. Светлый город тоже очень важная программа. Город действительно стал более светлым. И трассы у нас стали такие, скажем так, освещенные хорошо. Эта программа, как она реализуется? Что здесь делается? Вы знаете, вот в этом плане необходимо, конечно же, менять опоры наружного освещения. И мы в 2019 году 423 опоры заменили. Естественно, конечно же, стараемся в том числе и с заменой опор менять сами светильники. Уже на современные, те, которые могут служить довольно продолжительное время, и при этом энергосберегающие. У нас прорабатывается такая программа и на следующий год. И уверен, что после того, когда мы ее запустим уже окончательно, нам эта программа позволит не только довольно хорошо освещать город, его улицы, придомовые территории, но и при всем этом следить за тем, чтобы содержание этого оборудования велось надлежащим образом. В частности, мы на одном из оперативных совещаний проговаривали о том, что надо не просто проектировать и устанавливать опоры освещения, но и сделать их современными, как сейчас говорят, умный дом. А это на каждом столбе устанавливается датчик, и в режиме реального времени оператор, который наблюдает за освещением, он может сразу увидеть и сказать службам, которые могут выехать для ремонта той или иной опоры, он в реальном времени видеть, какой столб не включился. Это, первое, сэкономит время для поиска таких неисправностей, а второе, наверное, сэкономит нервы всем и администрации, и тем, кто обслуживает, и, конечно же, жителям. Очень красивая освещенная зона, бесспорно, это наша замечательная парковая улица, и вот этот маршрут весь, по которому очень любят гулять жители, и погода до сих пор позволяет гулять и прогуливаться по замечательной зоне прогулочной, пешеходной. На улице Пушкина великолепно сейчас оформили вот это здание в библиотеке, и там прогулочная зона также, да, парк шикарный у нас. Я так думаю, что дальше прогулочная зона пойдет в сторону Воронка. Как все это будет? Расскажите, пожалуйста, чтобы мы хотя бы так немного представляли. Да, мы замкнули пешеходную зону, молодежная набережная, улица Парковая, и вторая очередь это улица Пушкина, которая шла от улицы Шмидта до сквера Пушкина. В планах у нас, конечно же, продолжение от сквера Пушкина до станции Воронок, облагоустроить улицу Пушкина, сделать ее в таком же стиле, как и сейчас мы уже можем наблюдать вторую очередь улицы Пушкина. Но один из, наверное, крупных проектов, это все-таки будет Чкаловский парк. Тот проект, за который голосовали жители, он победил. Да, очень активно они там. Да, они очень активно голосовали, и он победил. Вот, надеюсь, что, когда мы сделаем Чкаловский парк, это будет еще одна жемчужина нашего городского округа, куда будут приходить не только жители Чкаловского отдыхать, но и приезжать, в том числе и с других наших микрорайонов жители, где они смогут наслаждаться красотой, природой, ну, конечно же, теми видами, которые там есть на сегодняшний день. Там прекрасный пруд, и рядом на территории будущего Чкаловского парка, где мы хотим сделать реконструкцию, в том числе и обустроить ручей, я думаю, там будут очень прекрасные пешеходные зоны с освещением, с лавочками, и там смогут не только велосипедисты ездить, конечно же, но и ходить, и пешими прогулками будут увлекаться, надеюсь, и дети, и взрослые. – Очень хочется, и тем более, знаете, наш городской округ, он такой, я бы сказала, насыщен парками. То есть у нас действительно есть в микрорайонах свои парки, и люди заботятся, и люди гуляют с удовольствием там. Хотелось бы, чтобы эта программа развивалась, и чтобы люди действительно активно принимали участие в судьбе своих небольших таких домов, городов, ну и, собственно говоря, зон, где они обитают, где они живут. Это, в конце концов, тоже… – Да, но я, когда говорил о благоустройстве дворовых территорий, в том числе, я сказал, что это все благодаря активной позиции граждан. Они участвовали в голосовании на Доброделе. Точно так же и с Чкаловским парком у нас получилось. Чем больше будет активных, неравнодушных жителей, тем больше мы сможем реализовать, учитывая мнение наших граждан. – Еще один момент, где жители могут проявить свое неравнодушие, свою креативность и свою согласованность с управляющей компанией, в том числе, да, это программа, губернаторская программа, областная программа «Мой подъезд». Что называется, уже она проходит, уже реализуется, уже есть свои результаты, уже люди выходят в интересные, красивые, оформленные, свежие, отремонтированные подъезды. Я думаю, что будет в этом направлении работа продолжаться. Что еще запланировано, расскажите, пожалуйста. – Ну, я уже говорил, что у нас в 2019 году запланировано к ремонту 392 подъезда. Вот, 307 уже приняты, сейчас 25 находятся в работе, еще запускаются. И надеюсь, что до конца года мы ремонт всех подъездов, которые были у нас включены в план, закончим. Конечно же, хочу отметить неравнодушное отношение жителей, которые участвуют не только в процессе ремонта, когда подсказывают, в какой-то цитовой гамме, какими материалами они хотели сделать и увидеть свой подъезд, но и в том числе выбирают и определенное количество тех работ, которые будут сделаны. Но и довольно активную позицию занимают, когда принимают этот подъезд управляющей компании. Вот здесь, как говорится, управляющей компанией никуда от этого не деться. Пока жители не поставят свои подписи, не будут довольны, пока они не согласятся с тем, что все виды работ выполнены, и именно те работы, которые они согласовали, то управляющей компании просто деваться больше некуда. При этом я хочу сказать, что за последние годы довольно большое количество подъездов было сделано. Это почти порядка 1800 подъездов. И на следующий год мы тоже будем планировать, я думаю, цифру не меньшую, чем в этом году, около 400 подъездов. Но мы должны понимать, что когда мы подойдем к определенной цифре, это не будет означать, что все подъезды мы закончили, потому что годы идут, эксплуатация подъездов происходит, так же, как и всех жилых домов, в которых у нас сегодня жители проживают. И поэтому эта программа, она, знаете, постоянный замкнутый цикл. Закончили один этап, потом приступили к тем подъездам, которые делали ранее. Ну да, особенно учитывая, что некоторые подъезды очень красиво расписаны, наверняка и краска может, да и в конце концов, знаете, жители иногда там похулиганить любят, особенно юные, где-нибудь что-нибудь нарисовать. Вы знаете, я думаю, что те жители, которые сами приложили свои усилия, свою душу вложили в оформление подъездов, в этих подъездах, наверное, ну я думаю, наверное, никто портить шедевры, которые были созданы своими руками, в том числе, все-таки не будет. Ну что, Новый год приближается. Я думаю, что одним из явных желаний наших жителей, особенно маленьких жителей, наверное, хочется нам снега всем. С одной стороны, потому что, ну, зима все-таки, да, и хоть какая бы она ни была, европейская, неевропейская, но все-таки хочется нам, да, и в снежки поиграть, и на санках покататься, да и просто... И с ледяной горки проехать. И с ледяной горки прокатиться, да и вообще просто походить вот по снегу, знаете, по хрустящему, хорошему снегу. Но с другой стороны, конечно, наверное, не для всех это будет радость. В общем-то, для дорожных служб это нагрузка. Достаточно большая нагрузка, ну, что там скрывать. Но это работа. В нашем городском округе я знаю, что идет подготовка и готовые места для вывоза снега, если такая необходимость будет. Снегуборочная техника, да, вот давайте об этом поговорим, о готовности все-таки к этому волшебному и долгожданному моменту. Ну, службы мы готовили давно, и они готовы, точно так же, как и есть запас песко-соляной смеси для обработки территорий, на которых будет работать техника. У нас на всех управляющих компаниях, в том числе в муниципальных предприятиях, у регионального оператора, у федерального оператора, который обслуживает дороги на нашей территории, у нас в общей сложности 106 единиц крупной техники, которая в случае снегопада будет работать на территориях. Совсем недавно, это было 6 декабря, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев вручил ключи нашему муниципалитету от двух довольно серьезных автотранспортных средств. Они на сегодняшний день находятся у нас в муниципалитете и готовы будут присоединиться к тому автотранспорту, который уже был, и выйти на улицы городского округа. Готовность и понимание у всех есть. Самое главное, чтобы выпал снег, и новогодние каникулы у детей сложились, потому что все они ждут, и когда смогут покататься на коньках, все ждут, наверное, и ледяных горок. Да и любой ребенок, знаю, любит и ждет, когда он сможет прокатиться на санках с горки, поиграть в снежки, ну и вообще активно провести время на улице. Это да, но просто жители же хотят ходить по безопасным улицам, если вдруг будет обледенение, да, то есть это же тоже нужно учитывать. Я вот возвращаюсь к теме. Нужно учитывать, конечно, но ведь помимо техники, надо не забывать, что есть еще и рабочий персонал, который и с лопатами готов выйти, в том числе в тех местах, куда техника не сможет зайти, потому что у нас есть на территории городского округа и узкие пешеходные дорожки, и придомовая территория, где не всегда может проехать большая крупногабаритная техника. Ну я знаю, что есть какая-то система наблюдения, да, за вот насколько, за тем, насколько эффективно убирается, насколько эффективно посыпается, да, это же как-то все контролируется? Ну, во-первых, движение всего автотранспорта, оно осуществляется путем контроля через систему ГЛОНАСС. То, о чем вы сейчас говорите, да, совсем недавно было внедрено мобильное приложение на территории всей Московской области, и управляющие компании, которые трудятся на территории Московской области, в частности, у нас на территории муниципалитета, они обучали своих специалистов, как работать с мобильным приложением. Дворник, когда выходит на территорию, он фотографирует и делает фото до и после уборки. И после этого все это отправляется в систему, которая отслеживает, где и сколько было заданий выполнено, какие работы были произведены. Сейчас приверемся на небольшую рекламу, ну а после вернемся, не уходите далеко. Важным событием уходящего года стало наконец-то решение о том, что наша очень серьезная проблема, которая достаточно давно назрела, это реконструкция очистных сооружений, она все-таки будет решаться. Уже и на самом высоком уровне об этом сказали. Все слышали, все знают. Абсолютно правильно. Вы говорите, совсем недавно, буквально на прошлой неделе, Дмитрий Анатольевич Медведев на одном из заседаний правительства сказал, что в Щелково будут реконструировать очистные сооружения. Заниматься этим будет коммунальная система Московской области. Средства эти федеральные получены они благодаря поддержке и личному участию в этом вопросе губернатора Московской области Андреевича Воробьева. Реконструкция начнется уже в 2020 году. На эти нужды запланировано порядка 14 миллиардов рублей. И очистные сооружения свою полную замену и реконструкцию претерпят в течение ближайших четырех лет. А это значит, что наш город наконец-то будет ассоциироваться с чем-то очень приятным. По запаху, да. Но ассоциироваться будет не только наш город, но и еще другие соседние муниципалитеты. Потому что сегодня Щелковский водоканал обслуживает территорию шести муниципалитетов. Это наши соседи, которые рядом с нами живут. Но все то, что производится у них, на сегодняшний день обслуживает Щелковский водоканал. Говоря об активности наших жителей, конечно, хочется упомянуть ее в контексте спорта. Потому что спорт для нашего округа – это очень важная составляющая, и в том числе развитие округа. Здесь и спортсмены, и клубы, и различные направления спорта. Я знаю, что инфраструктура в городском округе Щелково, в том числе по поселениям, сегодня развивается. Вот как пример, это Медвежьи озера, где, можно сказать, они прям постарались на славу. И действительно, там сегодня целая реконструкция стадиона прошла. Отметьте, пожалуйста, вот это, наверное, и еще где будет развиваться спортивная инфраструктура. Да, в Медвежьих озерах, которые, наверное, по праву считаются центром спорта в городском округе Щелково. Там был сделан крытый павильон площадью почти более тысячи квадратных метров. И сегодня, в независимости от погоды, дети могут заниматься разными видами спорта под навесом. Там и температурный режим будет соблюдаться достаточно для того, чтобы заниматься командными видами спорта. Но самое главное, что это закрытое помещение. Закрытое, значит, вне зависимости от погоды, любой, кто захочет заняться тем или иным видом спорта. А самое главное, что там основа, которая находится в самом этом павильоне, она позволяет устанавливать совершенно разные тренажеры. Там можно будет играть и в теннис. Можно поставить какие-то силовые тренажеры. Можно будет установить снаряды для гимнастики и для других видов спорта. Я считаю, это очень здорово. И если у нас в других поселениях это тоже будет развиваться, учитывая сравнительно небольшую стоимость, я думаю, что это возможно сделать. При этом, конечно же, нельзя обойти сегодня и стадион энергии в Богослово, где была обустроена хоккейная площадка, футбольное поле. Все сделано очень хорошо, добротно. И для футбольного поля даже была предусмотрена скважина для полива. Но при этом там очень много еще предусмотренных тренажеров и теннисные столы для игры на свежем воздухе. Но если мы говорим, конечно же, о хоккейной площадке, то вернусь к вопросам, которые вы чуть ранее мне задавали. Конечно же, необходима погода. Как только погода будет позволять, сделают снежный настил, после этого зальют лед, и дети, и взрослые смогут там и просто заниматься катанием, и в хоккей играть. Словом, необходима только погода. Ну да, в хокке это, конечно, хорошо, но хоккей на свежем воздухе – это, наверное, самый такой удар. Удовольствие, да, зимой вот так выйти. Это же здорово. Самое большое удовольствие, да, это спорт на свежем воздухе. Но при этом, конечно же, не могу не коснуться Монина. У нас в 2019 году, совсем недавно, МОСУБЛА архитектура согласовала нам проект плавательного бассейна в Монина. Располагаться он будет на месте старого бассейна. Это здание, сооружение почти около 2000 квадратных метров и сможет принимать почти до 70 человек в смену. Считаю, что это очень здорово, потому что плавательных бассейнов не хватает во многих очень муниципалитетах, в частности и у нас, на территории городского округа. Ну, а со строительством такого бассейна будет возможность детям, взрослым посещать секции, участвовать в соревнованиях. Но в Монина у нас есть еще один объект. Это регбийный стадион, который, как планируется уже в мае 2020 года, примет свою первую игру. Стадион рассчитан на 7,5 тысяч зрителей. Сегодня там ведутся отделочные работы. Но я знаю, что в перспективе есть еще обустройство и дополнительных тренировочных полей. Ну и вообще по развитию Монина есть отдельные планы по развитию спорта. Ну, это здорово, потому что все-таки поселение Монина с такой серьезной историей. Хотелось бы, чтобы оно развивалось. И, конечно, и бассейн, и уж стадион регби. В России регбийный стадион, особенно в Монина, мне кажется, это событие. Там планируются довольно серьезные игры. И я уверен, что туда будут приезжать зрители не только из Москвы, Московской области, не только из России, но и из-за рубежа тоже. Потому что там планируется участие довольно серьезных команд, которые так любимы зрителями и поклонниками регби. Да. Здорово, что спорт сегодня доступен всем. И здорово, что это развивается направление. И активен он и не только всем людям разных, скажем так, профессий и так далее, а людям всех возрастов. И активное долголетие – еще одна важная программа губернатора, которая действительно активно развивается. И долголетие благодаря этому продолжается. То есть это такие два слова, которые сочетаются очень правильно. Активное долголетие. Одно без другого невозможно. Потому что прожить долго без активной жизни достаточно сложно. Все-таки движение – это жизнь. Поэтому сегодня программа «Активное долголетие» реализуется на территории всей Московской области и, конечно, у нас. И знаю, что реализуется она довольно-таки успешно. Сама свидетель бабушки, женщины, мужчины ходят с этими палочками скандинавской ходьбы, занимаются веселые, бодрые, на свежем воздухе. И жители очень активно включаются в эту программу. И, конечно, хотят, чтобы она развивалась. Так вот, как она будет развиваться? Но «Активное долголетие» – это не только то, что мы привыкли видеть. Это не только скандинавская ходьба. Ну, конечно, конечно, да. Это в том числе и бег. Это в том числе и лыжи. Ну, опять же, вот мы возвращаемся. Ну, если о спорте говорить, да. Это и плавание, и многие-многие другие. Есть мобильное приложение, называется оно «Соцуслуги». Вот если на него зайдете, там можно выбрать… Любую активность. Любой муниципалитет. Ну, мы в своем случае выбираем муниципалитет городской округ Щелково. И посмотреть, где предлагаются те или иные услуги. И, в частности, там можно выбрать очень-очень многие. И мы на базе УСК «Подмосковье» открываем одно из подразделений, где люди того возраста, который подходит под рамки активного долголетия, могут получить те или иные услуги, они могут этим воспользоваться. Но я больше того хочу сказать, мы в рамках активного долголетия еще и брендировали автобус, который у нас на сегодня осуществляет поездки по другим муниципалитетам. Его, наверное, уже многие жители видели на территории городского округа. Он синего цвета, и на нем написано «Активное долголетие». И есть фоновые человечки такие. Вот это, если кто-то еще раз заметит его, а теперь, наверное, уже будут обращать внимание, сразу могут понимать, что это кто-то поехал на определенные какие-то экскурсии, мероприятия или же заниматься спортом. Так что добро пожаловать на мобильное приложение соцслуги. А у нас, кстати, в округе уже 1200 человек занимаются этим активным долголетием. Но и, знаете, как говорят, земля же слухами полнится. Как быстро будут расходиться слухи об этом мобильном приложении, вот такой программе губернатора, я думаю, что будет и число тех активистов расти, которые тоже захотят вместе со своими же друзьями заниматься теми или иными видами спорта. Важные изменения в уходящем году произошли и в сфере здравоохранения. У нас на территории произошло объединение нескольких медицинских учреждений в одну областную больницу. В общем-то, такое дело серьезное. Но еще и большим плюсом стало то, что обновилось оборудование, закуплена новая, так называемая, тяжелая медтехника в нашу областную больницу, что позволит, наверное, улучшить и спектр оказываемых медицинских услуг. И, наверное, это для жителей большой плюс. Давайте об этом поговорим, об этой теме очень важной для жителей. Я хочу напомнить, что объединение, оно состоит из двух этапов. Первый этап мы прошли в сентябре, а второй этап будет уже в 2020 году. Совершенно четко и правильно вы справедливо заметили, что обновление оборудования произошло. Произошло оно у нас в Щелковской районной больнице, в поликлиниках микрорайонов Чкаловской и Бахчеванджи, в Монинской и Трубинской больницах. В общей сложности в них было поставлено 45 единиц оборудования очень нужного, современного для обследования и выявления тех или иных заболеваний у жителей. При этом мы в этом году закончили ремонт Мойнинской больницы, провели ремонт и обустроили фельдшерского пункта в Литвиново. И на сегодня мы закончили также еще фельдшерский пункт в Душеново, но сейчас занимаемся оформлением документов на лицензирование этого пункта. Все эти работы завершены в этом году, а на следующий год будем планировать продолжать обустраивать и снабжать оборудованием другие лечебные учреждения. При этом есть уже планы по ремонтам совместно с правительством Московской области, в частности с Министерством здравоохранения и дирекцией единого заказчика Минздрава. Но хотел бы отметить, что в новом городке у нас есть здание бывшей медсанчасти, сейчас там ведутся работы и уже в 2020 году мы планируем там открытие поликлиники. Параллельно сейчас идет закупка оборудования. Я думаю, что в 2020 году уже, наверное, весной, в начале лета, когда будет полностью установлено оборудование, будет получена лицензия, так долгожданная поликлиника откроет свои двери для жителей нового городка и ближайших населенных пунктов для жителей нашего города. Очень, я понимаю, важное учреждение для тех, кто там живет. Конечно, потому что очень большая потребность, очень большая потребность в том, чтобы, ну если не в пешей доступности, то как можно ближе, чтобы располагались медицинские учреждения. Жители на сегодняшний день очень, конечно, этого желают. Да и справедливо. Согласна абсолютно. Еще очень приятным подарком стал автомобиль новой скорой помощи, который недавно нам презентовали. Да, у нас был такой презент получен от Московской области. Это автомобиль скорой помощи. Он оснащен очень нужными аппаратами. Это аппараты-дефибрилляторы, это аппараты искусственного вдыхания и многое-многое другое. Хочу сразу отметить, что этот автомобиль оснащен так же, как и, кстати, наша коммунальная техника системой ГЛОНАСС с ГПС, подключен к общей областной системе 103, что позволяет отслеживать движение этого автомобиля и выполнение своей работы. Да, но хотелось бы пожелать, чтобы все-таки жителям как можно меньше приходилось вызывать скорую помощь и пользоваться вообще, как говорится... Хотелось бы, но это жизнь, и она не стоит на месте, поэтому и автомобили скорой помощи изобрели, потому что скорая помощь, свое название это и оправдывает, это первый, кто приходит на помощь. Новые школы, они наверняка будут, они уже строятся, и наверняка будут, так сказать, примут первых учеников 1 сентября, я надеюсь, в нашем городском округе. Что это за школы и куда пойдут дети? В этом году мы открыли пристройку на 275 местных Медвежьих озерах в существующей школе. Ну а сейчас занимаемся строительством крупных школ. Это микроорганизм Солнечный и микроорганизм Жигалово на 1100 мест. Очень большие современные школы. В Жигалово у нас на сегодняшний день строительная готовность около 36%, около 75% готовность школы в микроорганизм Солнечный. Это то, что мы планируем в 2020 году закончить. Но при этом в 2020 году мы планируем еще и приступить к новому строительству. Еще шести учебных заведений. Шести? Да, планируем пока шести учебных заведений. У нас в этом году подлежали капитальному ремонту две школы и два детских сада. Закончим буквально в ближайшие дни или же в январе уже 2020 года. Но, конечно же, на этом останавливаться не будем, потому что на сегодня и дошкольные учреждения, и школы требуют капитального ремонта, какие-то реконструкции и модернизации. Мы это все планируем на 2020 и последующие годы. Эту работу будем продолжать. Перейти хочется к такой теме, немаловажной, как дома культуры. Это все-таки такие очаги, куда люди идут проводить свой досуг, дети занимаются в различных кружках, и, в общем-то, приобщаются к культуре, без которой, наверное, полноценный человек быть не может, полноценная личность. Сегодня в двух наших военных очагах, я имею в виду военных городках, Чкаловский, это военный микрорайон, поселок Монина, также шикарные дома культуры, в которые приезжали и космонавты, и артисты, с великолепной историей дома культуры. И сегодня я знаю, что они реконструируются, то есть преображаются, можно сказать, на глазах. И вот об этой программе, что ждет жителей, будущих любителей встреч и культурной жизни? Что будет в дальнейшем в этих домах культуры? И, может быть, что еще будет делаться в этом направлении? В этих домах культуры будут дома культуры, но не в узком понимании, что это вот некая точка соприкосновения граждан с театром, с каким-то, нет. Это же ведь любой дом культуры, это помимо своей нагрузки, которую он основную несет, еще и кружки, и секции, куда ходят дети разных возрастов, занимаются теми или иными направлениями. Но что касается Мойнинского ДК культуры, хочу сказать, что довольно серьезно он был подвергнут ремонтным работам, которые продолжились в том числе и в 2019 году, и будут продолжаться, в том числе и капитальный ремонт в 2020 году. Напомню, что мы в Мойнинский ДК приобрели проектор, и уже показы начнутся в следующем году. А что касается ДК имени Ичкалова, там тоже реконструкция и капитальный ремонт, это время не одного года, а на два года рассчитано. Все, мы и сегодня там ведем работы, и будем продолжать их и в следующем году по программе реконструкции бывших военных городков. Очень серьезные работы и там, и там были проведены. И, как бы кто ни говорил, почему так долго это все затянуто, потому что делается очень серьезная замена всего, начиная, конечно, с инженерии, со всего оборудования, которое обеспечивает и является сердцем здания, для того, чтобы там всегда было тепло, чтобы там была вода, чтобы работало канализование, канализование, подавалось электричество, кондиционирование работала, система вентиляции, что довольно важно в работе таких учреждений. Поэтому там работа довольно серьезная, и еще раз повторюсь, она будет в 2020 году еще продолжена. В 2020, надеюсь, мы закончим и на одном объекте, и на втором все те работы, которые планировали. Я также понимаю, что проект «Перезагрузка библиотек» сегодня активно реализуется, реализуется, и оборудование закупилось, и вот бренд собственный появился у библиотек. Вы видели, уже оценили? Да, я видел, оценил. У нас 13 таких учреждений подверглось реконструкции, обновлению так называемому. Хочу сказать, что сегодня это довольно-таки современное помещение. Кто-то, конечно же, любит, наверное, уже с гаджетов читать, но очень много, поверьте, осталось поклонников, которые любят полистать бумажную книгу. Поэтому библиотеки сельские у нас очень востребованы на территории городского округа в очень многих поселениях. Вот эти 13 учреждений, о которых я сказал, которые подверглись обновлению, они уверены еще долгие-долгие годы будут служить тем, кто любит бумажные книги. Там, кстати, не только книги теперь можно почитать, там можно прийти еще и на разнообразные культурно-досуговые мероприятия. Абсолютно правильно. И в том числе мы это будем использовать и в рамках программы «Активное долголетие», потому что это тоже является некими точками притяжения горожан. Почему бы и нет? Можно и в библиотеках тоже собираться, обсуждать какие-то интересные темы, заниматься и пением, и вокалом, и любыми другими видами культуры. Потому что «Активное долголетие» — это же не только спорт, но в том числе и общение, и занятие тем любимым делом, хобби, которое у тебя есть. Ну, Новый год у нас праздник семейный. Люди собираются семьями у телевизора, готовят большой стол. А кто-то, может быть, в этом году уже собирается в своем доме, может быть, уже на своих участках. Те люди, которые, я говорю, о многодетных семьях, которые получили участки, уже построили дома, и уже, наверное, встретят Новый год в такой домашней обстановке в собственном доме. Ну, а те, кто получили вот такой подарок, как сертификаты на получение земли в этом году, сколько их, сколько этих счастливых многодетных семей? Ну, и, наверное, будет ли в дальнейшем оказываться эта поддержка? Мы в этом году 69 многодетным семьям выдали постановление о выделении земельных участков в трех поселениях. Но при этом хочу сразу говорить, что общался со многими многодетными, которые в этом году получили, которые получили годами ранее. Одна из проблем – это подведение дорог, инженерных коммуникаций. У муниципалитета на сегодняшний день нет средств на то, чтобы реализовать все это. Но при этом, выдавая участки многодетным в этом году, мы постарались определить те участки, которые расположены на населенных пунктах. Конечно же, иногда изыскиваем возможность где-то подсыпки дорог, где-то провести электричество, столбы поставить. Конечно, будем помогать и тем многодетным, которые ранее получали такие участки. Не все сразу, потому что на все необходимы средства. Но будем, тем не менее, эти вопросы решать. Восемь семей у нас в этом году получили сертификаты по программе жилища, что тоже является довольно серьезной помощью для многодетных семей. При этом я сейчас вернусь к участкам, он сказал, что 69 мы в этом году выдали. И в ближайшие буквально месяцы мы определили, что еще порядка 20 участков сможем предоставить многодетным. Я надеюсь, что это будет уже первый квартал 2020 года. Возможно, это будет февраль, возможно, начало марта. Все будет зависеть от того, как быстро мы сможем оформить документы на них. Если возвращаться к участкам, всех сразу обеспечить не можем, потому что довольно тяжелый поиск их происходит. На сегодняшний день они к нам обращаются, в том числе и с соседних муниципалитетов. Отдельно мы тоже помогаем, потому что есть и поручения правительства Московской области. Но у нас своих довольно много многодетных семей, и с каждым днем их количество растет. Что говорит о том, что семьи чувствуют и поддержку государства в лице муниципалитета, и отдельные семьи хотят иметь большую, крепкую, дружную семью. Премия «Наш Подмосковье», которая уже не первый год проходит в области, привлекает инициативных людей с интересными проектами, в которые вовлекаются с каждым годом тоже другие жители. В нашем округе всегда он в топе участников. Действительно, очень много людей подают проекты. Проекты интересные, проекты важные, как для округа, так и в общем, в целом, для области. Вот недавно вы вручали этим людям награды, благодарность выражали за их неравнодушие, активность. В общем, что для себя отметили в этом положительном, на ваш взгляд? Знаете, за последние семь лет, сколько проводится эта премия губернаторская, у нас от муниципалитета приняли участие, по-моему, более 7 тысяч заявок подали люди. В этом году 1173 было участника, 27 из которых стали победителями. Для себя отметил только одно, что это люди, которые хотят выразить свою активную гражданскую позицию. Это во-первых. А во-вторых, они представляют конкурсной комиссии те проекты, которые в дальнейшем могли бы реализоваться на территории городского округа. И уверен, что многие из них, если не все, получив премию, она, кстати, очень немаленькая, 180 тысяч рублей, реализуют и воплотят эти проекты в жизнь. Это очень отрадно, приятно. И я хочу на будущее всем участникам пожелать только удачи и как можно больше премий привлечь на территорию городского округа, а значит реализовать какие-то мечты, реализовать какие-то возможности и привлечь к этому своих близких друзей, возможно, родственников, а возможно и просто случайных людей, которые проживают на территории городского округа, но тоже стремятся к одной общей цели. Я знаю, что многие проекты действительно люди делают от чистого сердца и души и, конечно, не за деньги явно, просто потому, что им хочется. Но на реализацию любого проекта необходимы средства. И хоть зима у нас, как говорится, пока, опять же, не наступила полноценно, но все-таки Новый год вот-вот на пороге. Как у нас будет все это выглядеть в городском округе Щелково? Где будут проходить самые яркие мероприятия? Ну, самые яркие мероприятия у нас все-таки всегда проходят в центре. И я хочу сказать, что, да, вот в прошедшую субботу у нас в шествии Дедов Морозов приняло 130 Дедов Морозов. И, конечно же, у них был главный Дед Мороз, который возглавил их, возглавил это шествие. Я знаю по откликам взрослых, что детям, которые там находились, очень понравилось данное мероприятие, потому что на центральной площади городского округа Дед Мороз вместе с детьми зажег новогоднюю елку. Правда, не с первого раза, потому что дети... Громче кричать надо было. Да, дети, видимо, не очень громко кричали, но потом с третьего раза елка зажглась. Ну, а сегодня у нас телекомпания НТВ снимала присутствие и приезд главного Деда Мороза. Того самого из устюга, да? Да, надеюсь, что всем, кто пришел туда, это тоже действо понравилось. Но, конечно же, впереди новогодняя ночь. Новогодняя ночь, когда в каждый дом придет Дед Мороз, принесет подарки, и исполнить те желания, о которых, быть может, кто-то мечтал целый год. Впереди новогодние праздники, чуть больше недели, люди будут отдыхать. Кто-то, конечно же, будет работать, но в основном в своей масти будут отдыхать и дети, и взрослые. Очень обширная и широкая программа подготовлена на территории всего городского округа, во всех поселениях. И сегодня я могу уже констатировать, что мы территорию городского округа украсили и подготовили к проведению Нового года. Конечно же, возвращаясь к первым вопросам, которые вы задавали, опять скажу, что нужна погода. Потому что очень хотелось бы, чтобы все-таки наступила минусовая погода, и тогда мы смогли бы целиком и полностью реализовать все наши планы. А это значит залить катки, это значит поставить горки ледяные, еще бы выпал снег, и можно тогда было детям и на санках кататься, и на лыжах, и вообще просто порезвиться и в снежки поиграть. Но для этого необходима еще раз повторюсь погода. Поэтому я очень надеюсь, что погода в новогодние праздники не подведет и услышит нас там наверху, в том числе и Дедушка Мороз, и подкинет и снега, и отрицательных температур, для того, чтобы лед схватился. Потому что, конечно же, в новогоднюю ночь, да и во все праздники, хочется видеть красивые снежинки, которые создают атмосферу новогоднюю, атмосферу праздника, атмосферу счастья, добра, тепла, любви, атмосферу отдыха для кого-то. Поэтому мне очень хочется, чтобы те пожелания, которые есть и у детей, и у взрослых, они, конечно, сбылись. Да будет так. Вот это, наверное, самое большое желание сейчас, чтобы вот прям Новый год был по-настоящему Новым годом со снегом и со всеми веселыми вот этими мероприятиями, которые будут в нашем городском округе Щелково, несмотря ни на что. Тут уж, как говорится, мы с вами хозяева своего настроения, своего досуга. Сергей Викторович, я благодарю вас за то, что мы с вами в очередной раз встретились в нашей студии и провели такой предновогодний диалог, очень теплый. Потому что в любом случае, знаете, когда с теплотой в душе, то в любом случае погода, которая за окном, она, наверное, не так важна. А я думаю, то, что в нашем городском округе мы будем стараться, несмотря ни на что, создавать вот эти условия для того, чтобы всем было комфортно максимально. Хочется, чтобы и вы, в свою очередь, может быть, сейчас пожелали нашим зрителям, нашим жителям перед Новым годом чего-нибудь очень теплого, очень душевного. Ну и, собственно, поздравили их с этими замечательными праздниками. Уважаемые жители городского округа Щелкова, Новый год – это праздник, которого ждут все. Новый год – это праздник, когда сбываются мечты, когда сбываются желания. Но при всем при этом необходимо помнить, что самый лучший праздник – это жизнь. Каждый день, когда ты встаешь и видишь рядом с собой своих родных и близких. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам счастья и мира, тепла и добра, любви и улыбок. Пусть все мечты, которые вы загадаете, сбываются. С наступающим Новым годом! Ну, а я благодарю вас и напоминаю, что это была программа «Диалог» с главой городского округа Щелкова Сергеем Викторовичем Корелловым. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!